Здравствуйте, с вами Вика Про и сегодня у меня будет четвертая часть про сквиши, про бумажные сквиши, но это будет третья часть, там где я именно их делаю. Но давайте я не буду медлить, приступим. Я думаю, вы уже знаете, как делать сквиши, но если нет, я в этом видео все подробно расскажу, потому что мне кажется, что в самом первой части я как-то не сильно подробно рассказывала. Итак, первое, надо нарисовать какой-то рисунок на бумаге, на любой бумаге и сложить бумагу вдвое. Теперь надо покрыть это, это наш рисунок, точнее скотчем. Так, сейчас я найду кончик, потому что у меня с этим небольшие проблемы. Я пока найду, я лучше сейчас поставлю на паузу. А нет, я нашла. Так, ламинируем с двух сторон, потому что если мы будем мять, то очень сильно, чтобы стресс снимать, то оно порвется. Просто я думала, то они не порваются, но порвался. Так, проклеиваем. Желательно ровно, но у меня, как всегда, в принципе, не ровно. Ну и сейчас. Так. Вот. У меня, кстати, такая пандочка. Сегодня я буду делать один сквиши, потому что у меня не так уж и много памяти. На телефоне, потому что у меня камера нет. Да. Это, в принципе, логично. Так, давайте сейчас я заламинирую. Я уже заламинировала. Вот. Теперь это надо вырезать, но если вы хотите, чтобы вам было удобнее, то вот здесь вот, вот на самом сгибе, вы делайте так, чтобы оставалось примерно вот столько. И вам так будет удобнее. Сейчас я вырежу и оставлю маленькую часть. Я вырезала, и мне кажется, что я сильно мало оставила. Это очень мало. И получается вот такая вот открыточка. Ну, да, я не заламинировала с этой стороны, но сейчас обязательно заламинирую. У меня пандочка пережила некоторые ранения. Вот здесь. Я отрезала кусок. Ее, точнее, кусок отрезала. Ну, а теперь нам надо нарезать несколько кусочков скотча, чтобы нам было удобнее склеивать. И можно приклеить на какую-то пластмассовую стучку. Стучку. Да. Вот, например, вот где-то вот столько. И я приклею на стоп на край стола. Сейчас я быстренько это сделаю. Я сразу вот такой вот большой кусок отрезаю. Да, у меня весь этот... Я забыла, как он назвал. А, точно. У меня все ножницы в скотче. Но, не беда, сейчас мы это исправим. У меня пока что три кусочка. Теперь четыре и пять. Все. Вот. У меня, в принципе, кусочки появились. Теперь нам надо это склеить примерно вот так. Кстати, еще надо оставить небольшое отверстие. Вот, если у вас есть такие вот сгибики. Вот. Сейчас я быстренько почищу. Вот так вот. И мы тут надрезаем, чтобы было много надрезов. Вот так. И теперь по одному надрезику это загибаем. И у вас оно склеится. Вот так вот. И надо еще оставить небольшое отверстие. Я, например, оставлю вот здесь. И так. Может, даже и не там. Как получится. И, кстати, если вы не такая ленивая жопка, как я, то вы можете нарисовать с двух сторон. И оно так даже будет красивее. Хотя можно даже нарисовать, как будто это, ну, задняя голова или задняя часть. Если у вас прям полный рост, то можно нарисовать, типа, все уже задняя часть вот такая вот. Да. Так даже будет прикольнее. Например, у меня есть имено из Квиши. Там, ну, везде написано Вика. Вика, Вика, Вика. Разными почерками. Это у меня с двух сторон. Или вот как моя подружка, Марина Колот, ее канал называется. Поэтому, если что, подписывайтесь. Но ссылочка не будет в описании. Это для вас будет такой небольшой челлендж. Найти ее канал. Пишите в комментариях, вы нашли ее канал или нет. Я, может, даже и оставлю ссылочку. Только уже в комментариях. Да. Если мне не будет лень. Я настолько ленивая жопка, что мне даже иногда лень дышать. Я когда это бабушке сказала, она такая, как, ты что? Кстати, бабушка, если ты смотришь это видео, привет. Ставь лайк. Подпишись на канал. Ходи мне подписывай. Так, я вроде уже склеила. Не знаю еще. Да, но у меня отверстие сильно маленькое. Ну, сойдет. Теперь берем синтепон и набиваем. Я вот уже пять минут болтаю. Теперь шесть. Вот. Вот. Теперь шесть. Кстати, если вы не знаете, где взять синтепон, можно купить на каком-то базаре. Можно просто вытащить из игрушки. Я, например, вытаскиваю из игрушки. Но у Насти Смайл, это новый видеовлогер, только начинающий. Я, может, оставлю ссылочку в описании, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Вот. Ну, так, еще синтепон. Ну, так, еще синтепоны надо всунуть. А, кстати, можно еще всовывать пенопласт, трубочки. Точнее, пенопластовые шарики, а не пенопластовые шарики, а не пенопластовые шарики. Трубочки. Давайте я в следующем видео, может, попробую. Пакет можно, шуршащий, не шуршащий. И много выбора, очень много. Вот, у меня два отверстия, но один кусочек. И удалось прям ровно кусочков отрезать. Ровно столько, сколько надо. Но сейчас я быстренько, хотя нет, не быстренько. Так, нет. Да, я очень долго ищу выход из положения. Вообще, это не выход из положения, это просто кусочек скотча. Да. Кстати, пишите в комментариях, какие у вас квеши получились. Пишите новые какие-то дополнители. Может, я попробую, у меня даже все получится, но это не точно. У меня, оказывается, три отверстия было. Три дырочки. И да, кстати, сразу говорю, что дырочка это в одном месте, а отверстие это уже во всем остальном. Но я не понимаю, почему именно в одном месте? Почему именно там, ну, именно в одном только месте дырочка, а во всех остальных отверстиях? Ну, может, это и не так, может, я сильно мало знаю. Конечно, очень мало. Вообще, да, это реально я очень мало знаю. Потому что ведь только в четвертом классе, как бы, мы не сильно, мы не сильно, мы не сильно, мы не сильно, мы не нужно. Я уже, как будто ничего не говорила. Да, сильно большой кусок у меня, поэтому я отрежу. Так, загибаю. Тут у меня, кстати, еще кое-что осталось. Поэтому я заклею. Вот так вот. Ну, вот такой вот сквиш у нас получился. Мне даже немножко страшно его в глаза смотреть. Он мягенький, прикольненький. Ну, а кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А с вами была я, Вика Про. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok